Новый детский сад и троллейбусная линия откроются в Чувашии ко дню республики. Как всегда, праздник ожидается масштабным. Традиционная выставка региона «Сотрудничество без границ» – фестиваль фейерверков «Азамат». Впервые пройдет Чебоксарский культурный форум. Его программу сегодня обсудили на совещании в Доме правительства. Театр оперы и балета станет центральной площадкой Чебоксарского культурного форума. Стартует он 21 июня. На пленарном заседании будут обсуждать перспективы частных инвестиций в культуру. Основная тема, которую мы планируем обсудить – зачем бизнесу нужна культура, почему он не инвестирует, как правильно устраивать культурные события, выставки, биеннали. В качестве модераторов планируется участие редакционного директора Форума Николаевского. Сейчас ведутся с ним переговоры, и он окончательное решение назовет сегодня-завтра. И дала подтверждение буквально вчера. Это ведущая программы «Доброе утро» и модератор ток-шоу «Большая игра» Марина Ким. На форуме будут работать дискуссионные площадки «Круглые столы». Спикер Инна Голышева, заведующая отделом приоритетных проектов «Роскультурпроекта». Она приедет в республику с лекцией «Грантовая поддержка в рамках национального проекта «Культура». Основные участники «Круглого стола» – руководители органов исполнительной власти сферы культуры субъектов ПАФО, руководители государственного муниципального утверждения культуры Живарской республики субъектов ПАФО. Предположение число участников мы ожидаем 200 человек. Надо на эту встречу пригласить максимальное количество предпринимателей. Поэтому я предлагаю на следующей неделе провести по отраслевому принципу «Рад встреч», касаясь сельского хозяйства, касаясь промышленности, касаясь строительства, с участием меня отдельные встречи. Бизнес и власть, влазь и бизнес. На форуме планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.